Очевидно, что люди, которые работают в отделе расследования ФБК, являются злейшими врагами Владимира Путина. И, безусловно, они находятся под риском. И нападение на Леонида Волкова показывает, что линия фронта проходит не только в российских тюрьмах и не только на востоке Украины. Она проходит в том числе и по европейским странам, как мы видели, и даже в Аргентине. Поэтому, безусловно, обвинять Марию Певчих в том, что она сидит на диване в Лондоне, нельзя. Этот диван – это тоже линия фронта, в том числе линия физического столкновения с путинскими агентами. Поэтому здесь я с Михаилом Ходорковским не согласен. С другой стороны, опять-таки, я сказал, что, конечно, хорошо было бы, если бы российские олигархи судили войну. Я тоже могу сказать, что и они, конечно, справедливо боятся того, что Путин их убьет. Путин убил многих людей, в том числе, начиная с февраля 1922 года. Многие люди выпали из окон, многие люди погибли таинственной смерти. Поэтому, конечно, все это непростые вопросы. Но одна вещь, которую я хотел бы сказать. Люди, которые жили в 90-е, особенно те, которые работали в 90-е, хорошо помнят эти события. Вот если вы посмотрите на интервью участников 90-х, которые были опубликованы после выхода фильма «Предатели», вы увидите, насколько четко они помнят все эти события. И это неудивительно, потому что это была важная часть их жизни. Для многих из них это была самая важная часть их жизни. А для вашего поколения это какая-то история, о которой вы ничего не знаете. Вот я приводил уже этот пример, когда вышел фильм Михаила Фишмана о Борисе Немцове, который лег в основу книги Михаила Фишмана «Приемник». Фильм назывался «Слишком свободный человек». Так вот, Алексей Навальный, человек, которому в 96-м году уже было 20 лет, и который получал юридическое образование. Так вот, Алексей Навальный сказал, о, как интересно. Я никогда не знал, что история с залоговыми аукционами и особенно со связи инвестом сыграла такую важную роль в истории России. Вот Борис Немцов, о котором справедливо восторженно говорит Михаил Ходорковский, который погиб за свои убеждения, Борис Немцов как раз боролся против залоговых аукционов, хотел провести честную приватизацию связи инвеста. И тот факт, что залоговые аукционы были проведены нечестно, тот факт, что Березовский и Гусинский считали, что им по праву принадлежит вот этот последний кусок государственной собственности, который не успели приватизировать до выборов 96-го года, и они имеют право купить его задешево, этот факт в том числе привел и к большим проблемам для Бориса Немцова и для других реформаторов правительства. Поэтому тот факт, что Мария Певчих открывает для себя эти факты, это абсолютно нормально. А Мария Певчих в 96-м году была, насколько я помню, сколько лет? Десять, да? И она не обязана этого знать, и вы не обязаны помнить, кто играл какую роль в 95-м, 6-м, 7-м году. И поэтому, конечно, очень важно обсуждать эти факты. А Михаил Ходорковский говорит, вы приводите только одну точку зрения, не даете права высказаться в вашем фильме, но, к счастью, пространство YouTube является свободным. Точка зрения Марии Певчих представлена в этом фильме. Михаил Ходорковский имеет право отвечать на эту точку зрения. Альфред Кох имеет право отвечать на эту точку зрения. Анатолий Чебайс и Валентин Имашев могут отвечать. Точка зрения Валентина Имашева на самом деле представлена в книге «Ход царем». И она ничему не противоречит фильме «Предатели». Она показывает, насколько болезненными были эти решения, но эти решения там описаны ровно так, как они описаны в фильме «Предатели». Поэтому эта дискуссия есть. И, конечно, Мария Певчих не прокурор, и тем более не судья. Она представляет одну точку зрения. Вы имеете право сказать, здесь представлены факты, но не все факты. Я хотел бы дополнить эти факты, чтобы у людей, родившихся в середине 80-х, в середине 90-х, было больше информации, была более выпуклая картина. И мне кажется, это абсолютно нормально, что такая дискуссия идет. Очень важно не переходить на личности. И вот даже при всей той резкой тональности поста страха и ненависти, где Алексей Навальный употреблял слово «предатели» тоже, все равно, мне кажется, эта дискуссия была более фактологической. Она рассказывала людям, которые работали в 90-х, почему Алексей Навальный испытывает чувство страха и ненависти. Алексей Навальный в 90-е годы верил этим людям, и теперь он понимает, что они его предали. И это и есть главное основание того, почему он испытывает ненависть, и почему он испытывает страх, что такое может повториться в следующий раз. И эта дискуссия очень важна именно для того, чтобы мы получили все элементы этой картины, для того, чтобы постпутинское правительство помнило об этом и говорило о том, что нельзя это повторить. И я вам скажу, что кроме фильма «Мария Певчих», вот было интервью, например, с Георгием Сатаровым, который сказал, вы знаете, у нас в Ельцин-центре готовится «Десятитомная история 80-х-90-х годов». Отлично, и я тоже написал главу в эти «Десять томов», и другие участники дискуссии вокруг фильма «Предателя» написали свои главы. И, конечно, «Десятитомную историю» прочитает не 3 миллиона человек, а меньше, но, тем не менее, человек вашего поколения, который захочет разобраться, сможет прочитать эти «Десять томов», получить доступ к документам и разобраться, если захочете. То, что фильм «Предатели» заставляет вас заинтересоваться этой темой, это отлично. Привет, спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим роликом. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!